Любая мама готова постоять за своего ребёнка, особенно если это конкурс талантов. Утро богатого ребёнка начинается так же, как у любого другого. Малышка совсем не хочет вставать. Каждый день одно и то же. Но у мамы есть план. Алло, нам нужен особый будильник. И как можно скорее. Милая, просыпайся. У нас гости. Вот так сюрприз. Настоящая кей-поп-звезда. Проснуться под выступление любимого исполнителя. Что может быть круче? Что это за шум? Помеха устранена. Упс, что я наделала? О, так нельзя обращаться со знаменитостями. Похоже, что кто-то узнал своего кумира. Пора веселиться. Отличное начало дня, не так ли? Ну и конечно, куда же без мимимишных селфи. Милая, у меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз, мама? Ты будешь выступать в шоу талантов. Да, шоу талантов, класс. Но для начала нам нужно устроить шоппинг. Тогда начнем подготовку. Утро бедного ребенка не такое радужное. Солнышко, пора вставать. Не хочу. Кажется, у мамы есть план. Кастрюльный оркестр заказывали. Какой ужасный шум. Мама, прекрати. Но Кэндис вошла во вкус. Похоже, что это не работает. Что ж, есть проверенный метод. Щекотка. Это разбудит кого угодно. Безобидная игра превратилась в настоящее сражение. Бой подушками очень бодрит по утрам. В богатой семье можно не беспокоиться о внешнем виде. Мама хочет помочь, но, кажется, волосы безнадежно запутаны. Это не проблема для нас. Вызываю самых лучших стилистов этого города. Работа кипит. За дело взялись настоящие профессионалы. Добавим модные аксессуары. И образ готов. София не может налюбоваться на свое дитя. Ну что за красавица, все в меня. Умываться по утрам – очень важное занятие. Но, когда ты бедный ребенок, что-то может пойти не так. Нет воды? Мама! Что случилось, дорогая? Вода не идет, а мне нужно почистить зубы. У Кэндис всегда найдется решение. Очень просто. Нужно набрать дождевой воды. Дочка явно не в восторге. Ну вот, теперь можешь полоскать рот. Да уж, выбирать не приходится. Ты идешь в школу? Мне нужно помыть волосы. И на это у мамы есть ответ. Таз с дождевой водой. Да, пришлось немного попотеть. Спасибо, мамочка. Когда ты богат, можно есть вкусняшки в любом количестве. Ммм, какие вкусные пирожные. Мама как раз вовремя. Прекрати есть сладкое. Нужно готовиться к конкурсу. Я съем всего одно. Ну уж нет, это вредит фигуре. Для того, чтобы выглядеть превосходно, нужно есть полезную еду. Совсем другое дело. Начнем с помидорок. О нет, нужен сбалансированный рацион. Добавим всего по чуть-чуть. Вот твой обед. Так мало? Ох, нелегко же угодить богатой маме. Бюджетный ужин тоже не радует разнообразием. А маме, похоже, нравится. Я не хочу это есть. О, милая. Смотри, ароматическая страничка. Что ты имеешь в виду, мама? Набираешь аромат вот так и заедаешь овощами. Попробуй. Ммм, запах стейка. Какие странные ощущения. Держи, дочка. Поищи еще что-нибудь. Ух ты, шоу талантов. Это наш шанс, мама. Мы должны участвовать. Кажется, Кэндис нравится эта идея. Мы обязательно выиграем этот конкурс. Шоппинг в самых лучших бутиках города? Конечно, да. На конкурсе богатая дочка должна блистать. Нужно выбрать лучший наряд. Ух ты, глаза разбегаются. Как вам это платье? Взгляни-ка, милая. Ну уж нет. Это недостаточно шикарно для победительницы. А как насчет этого платья, мамочка? Похоже, что дочка от него без ума. Осталось только узнать цену. Оу, так дешево? Ну уж нет, спасибо. Нужно срочно что-то предпринять. Пару нулей, и эта сделка точно их устроит. Погодите, мисс, это ошибка. Платье стоит дороже. Вот это другой разговор. Однозначно берем. Да уж, богатых свои причуды. Бедная семья тоже решила выбрать платье для конкурса. Дочке очень нравится красное платье. А сколько оно стоит? Вероятно, этих денег не хватит. Какое разочарование. Это же платье мечты. Но мама знает, что делать. Я куплю пакеты. Пойдем, дочка. Мама кое-что придумала. Мы сошьем для тебя чудесное платье. Осталось только определиться с фасоном. Приступаем к созданию конкурсного наряда. У мамы золотые руки. Все будет по высшему разряду. Вау, в таком наряде можно и на ковровую дорожку. Какая же ты красавица. Мамино сердце тает при виде счастливой дочки. С таким платьем мы точно выиграем. До дня Икс осталась всего неделя. Нужно готовиться. Когда ты богатый ребенок, то ты можешь нанять самого лучшего в мире фокусника. Сегодня мы научимся творить волшебство. Я хочу так же, мамочка. Итак, к делу. Научите нас своим фокусом. Процесс обучения идет полным ходом. Сейчас малышки раскроют все секреты магии. Вау, это же поп-ит. Очень впечатляет. Настало время перформанса от дочки. Абра-кадабра. Опля. Пачка денег? Да уж. Даже здесь богатство. Кому-то стоит поучиться. Похоже, малышка что-то задумала. Следите за руками. Какое мастерство. Что? Цепочка исчезла. А вот это обидно. Ученик превзошел учителя. Пожалуй, нам пора идти. Всего доброго. И не забудьте про чаевые. Ес, ес. В бедной семье за обучение ребенка отвечает «мама». Дочка должна раскрыть свой талант. Как насчет вокала? Представь, что это микрофон. Фу, не самые удачные ноты. Но дочка не сдается. Стоп. Нужно другое направление. Как насчет игры на музыкальных инструментах? Ну что с этим делать? Это очень просто. Видишь? Да, похоже, и это не ее конек. Эй, а что это там смотрят соседи? Шоу талантов? Милая, иди сюда. Попробуем повторить танец из телевизора. Да уж, необычный способ обучения. Раз, два, три и четыре. Руки вверх. Умница, дочка. Долгожданный день конкурса. Пора в путь. С таким автомобилем богатая семья с комфортом доберется до места. А для бедного ребенка отсутствие машины совсем не преграда. Когда рядом есть мама. Какие они странные. Звездный час настал. Время блистать. Перед нами творятся настоящие чудеса. Вы только посмотрите на этот бесконечный платок. И тут без волшебства точно не обошлось. Ну и конечно, куда без хрустящих купюр. Какая щедрость. А к выходу готовится следующая конкурсантка. Дамы и господа, встречайте. Вот это да. Какая музыкальность и грация. Спасибо. Жюри не просто будет принять решение. Обе участницы заслуживают победы. И победителем становится... И это ничья. Этого не может быть. Кому же достанется денежный приз и корона? Но похоже, что девочки смогли договориться. Каждый получил то, что желал. Богатство и титул. А чье выступление понравилось тебе больше? Напиши нам об этом в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории обо всем на свете на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok